Этот фильм о программе упражнений с использованием техники каратэ. Если у вас есть какие-то физические недостатки или просто проблемы со здоровьем, проконсультируйтесь сначала у вашего лечащего врача. Пожалуйста, во время выполнения упражнений с нами не забывайте про чувство меры и постепенность. И смотрите, не перестарайтесь. Привет, я Лиза Мария Нельсон, вице-президент компании Bright Odies Production. Как любую мать, меня очень волнует проблема досуга детей. Именно поэтому я создала программу «Уроки каратэ для детей». Каратэ – один из лучших способов привить детям храбрость и повысить их самооценку. Так как каратэ основывается больше на самосовершенствовании, а не на духе соревнований, дети поддерживают друг друга и учатся друг у друга. Этот вид спорта учит дисциплине, уважению и стойкости. Дети учатся концентрировать свою энергию и потом очень радуются своим успехам. И, конечно, они приобретают привычку тренироваться, что делает их здоровыми и упитанными. Посмотрите эту кассету вместе со своим ребенком, и вы тоже оцените множество полезных вещей, которые может предложить каратэ. Bright Ideas Production представляет Уроки каратэ для детей Легкие правила и упражнения Первая и самая лучшая победа – это победа над собой С Тедом Нордблумом Привет! Меня зовут мистер Тед Нордблум. Это программа «Уроки каратэ для детей». Этот фильм – введение в каратэ с легкими правилами и упражнениями. Если вы сами не можете посещать занятия или вы только начинаете, мы покажем вам легкие упражнения, которые вы можете выучить и тренировать дома. Каратэ – это больше, чем самозащита. Это отличный способ приобрести качество, которое вам понадобится в жизни, дома, в школе и в других видах спорта. В каратэ мы пользуемся всеми мышцами и, кроме того, нашим мозгом. Об этом нам расскажет известный тренер мистер Роджер Ликом. Он покажет вам, сколько полезного каратэ может принести в вашу повседневную жизнь. А теперь, так как очень важно всегда получать удовольствие от того, что делаешь, я хочу видеть на ваших лицах как можно больше улыбок. Хорошо, все встаньте. Перед тем, как мы начинаем упражнение, мы делаем поклоны уважения ученика к учителю и учителя к ученику. Поехали. Поклон. Давайте начинать. Перед тем, как делать упражнения, вы должны убедиться, что вокруг много места и мягкая поверхность. Начинаем прыгать на месте. По счету подтягиваем ноги к груди. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Начинаем бежать на месте. Разомните мышцы. Побольше улыбок на лицах. Теперь бежим как можно быстрее. Теперь медленнее. У вас здорово получается. Снова быстро, быстро. Как можно быстрее. Старайтесь. И медленно. Итак, подъемы из положения лежа. Теперь мы делаем подъемы из положения лежа. В карате они немного другие, чем в других видах спорта. Убедитесь, что ваши стопы плотно стоят на земле, а руки скрещены на груди. Когда вы поднимаетесь, тогда вы выдыхаете и сжимаете мышцы живота. Готовы? Раз, два, три, четыре, пять, дышите. Шесть, семь, восемь, девять и десять. Давайте займемся отжиманиями. Отжимания в карате тоже немного другие. Мы отжимаемся на костяшках пальцев, для того, чтобы подготовить кулаки к ударам. Ноги вместе, а колени высоко над полом. Вместе раз, два, три, четыре, пять, шесть, еще немного. Семь, восемь, девять и еще один. Десять. Теперь садимся, левую ногу вытягиваем, а правую подтягиваем к себе. Мы сейчас будем заниматься растяжкой. Стопа должна быть поднята вверх, а пальцы направлены назад. Готовы? Начали. Раз, два и три. И наверх. И дышите, дышите через нос, выдыхайте через рот. Сейчас попробуем растянуться больше. Готовы? Раз, два и три. И наверх. Вот так у вас получилось. И еще один раз. Раз, два и три. И наверх. Теперь давайте поменяем ноги и будем делать с другой стороны. И не забудьте, чтобы пальцы были назад, а стопан поднята вверх. Раз, два, три. И наверх. Дышите, глубоко дышите. Готовы? Поехали. Раз, два и три. И назад. Еще раз. Попробуем немного больше растянуться на этот раз. Раз, два и три. Великолепно. Теперь обе ноги вместе, прям перед вами. Все так же. Пальцы назад, стопы вверх. Теперь двумя руками тянемся. Готовы? Вниз. Раз, два и три. И назад. Продолжайте. Не останавливайтесь на этом. Раз, два, три. И наверх. И еще один раз. Готовы? Вниз. Раз, два и три. Хорошо, теперь мы поворачиваемся, подтягиваем ноги к себе, стопы вместе, локти на коленях, а ладони обхватывают стопы. Это упражнение помогает вам растянуть внутренние мышцы бедра, чтобы выше поднимать ногу при ударе. Хорошо? Поехали. Раз, два и три. И назад. И еще раз вниз. Раз, два и три. И снова наверх. Еще один раз. Готовы? Раз, два и три. И назад. Немного расслабьтесь, встряхните ноги. Сейчас идем к зеркалу, продолжайте. У вас здорово получается, ребята. Сейчас я вам расскажу об основе карате, это стойки. Сначала я продемонстрирую их, а потом мы это сделаем в группе. Во-первых, поставьте руки на бедра, левую ногу вперед. Вы должны понимать, что она должна стоять вперед и в сторону на ширину плеч. Когда мы делаем стойку, 60% идет на согнутую ногу, а 40% на вытянутую. Так, вы должны видеть свои пальцы. Для этого вы должны немного больше согнуть ногу в колене. В исходное положение. Руки на бедрах. Снова левую ногу вперед, посмотрите на вашу стойку. 60% веса на согнутой ноге и 40% на вытянутой. Назад в исходное положение. Еще один раз. И снова в исходное положение. Давайте попробуем правой ногой. Вы должны быть уверены, что все так же, как и было. Равновесие такое же. 60% на согнутой ноге, 40% на вытянутой. И если у вас поднялась пятка, обязательно поставьте ее на место. Она должна быть прижата к полу. И еще один раз. Теперь следите за равновесием. Чем больше вы согнете колено, тем больше будет у вас равновесие. Назад в исходное положение. И еще один раз. Великолепно. Назад. А теперь правую ногу отведите назад. Это задняя стойка. Одна нога должна смотреть в одну сторону, другая прямо перед вами. Теперь 60% на задней ноге, которая согнута. А 40% на передней, которая немного согнута. Задняя и передняя ноги должны быть немного как бы перпендикулярны друг к другу. Теперь в исходное положение. И назад в стойку. И снова. Назад в исходное положение. Еще раз. У вас получилось. И снова в исходное положение. Теперь отведем назад левую ногу. Обязательно смотрите, чтобы ваши колени были направлены в разные стороны и согнуты. И не забывайте сгибать побольше колени. Это придется вам больше равновесия. И еще раз назад левой ногой. Сгибайте, сгибайте колени. Назад. И еще один раз. Теперь у вас получается. И снова в исходное положение. Теперь мы выучили заднюю стойку и переднюю стойку. Я сейчас вам расскажу о другой стойке, которая называется ноги в рост. Или стойка наездника. Поставьте ноги немного шире плеч. Ваши пальцы и стопы должны быть направлены вперед. Нагните колени. Так. Вы должны чувствовать свои бедра, чтобы было удобно. Это очень важно для положения ног. Снова в исходное положение. А теперь немного шире. И согните ноги. Как будто вы едете на лошади. Почувствуйте себя в седле. И снова в исходное положение. И еще один раз. Это все. Отлично. Хорошо. Немного разомнитесь. А сейчас я покажу вам, как правильно наносить центральный удар. Встаньте в стойку ноги в рост. Сожмите кулаки. Поставьте правую руку на бедро. А левую руку прямо перед вами. Эта рука фокусируется на солнечном сплетении или центре вашего тела. Для того, чтобы ударить, вы поднимаете правую руку снизу. А левую убираете. И не забывайте, что ладонь должна быть вниз, а там вверх. Когда мы наносим этот удар, мы максимизируем энергию. Скорость не важна. Скорость придет. А пока вы должны вложить как можно больше силы в удар. Удар. И не забывайте, что вы стоите в стойке. И ноги должны быть согнуты. Это поможет вам равновесию. Теперь побыстрее. Четыре. И пять. Великолепно. Теперь вы выучили первый удар карате. Но это не делается, конечно, за минуту. Я вам расскажу сейчас о другом. О кия. Кия – это громкое слово, которое придаст вам больше сил. Например, когда я делаю центральный удар, я должен кричать кия и ударять одновременно. Это придает вам больше энергии, которая переносится в кулак. Очень важно, чтобы кия совпадала с ударом. Запомните это. Теперь давайте потренируемся с этими стойками и ударами. Руки на бедра. Левая нога вперед. Правая нога вперед. И назад. Хорошо. Левая нога вперед. Назад. Правая нога вперед. Обязательно переносите как можно больше веса на правую ногу. Теперь на левую. Теперь ставим правую ногу в заднюю стойку. Когда вы делаете стойку, вы должны помнить, что 60% на согнутой ноге, а 40% на передней ноге. Теперь назад. Теперь левую ногу в заднюю стойку. Сохраняйте равновесие. Стойте жестко на земле. Теперь снова с правой ноги. Еще раз с левой ноги. Хорошо. Теперь я покажу вам еще разок стойку ноги в рост. Она также называется стойка наездника. 50% веса приходится на каждую ногу. Так как ноги должны быть шире плеч, руки на бедрах. Хорошо. Центральный удар. Пока без кия. Раз, два, три, четыре. Теперь двойной удар. Не забывайте о том, что кулак должен быть направлен в солнечное спрятение, а тот кулак должен быть на бедрах. И так они ходят попеременно. Раз, два, два, три, четыре. Теперь с кия. Великолепно. Теперь вы изучаете карате. Следующий шаг – это основные блоки. Сначала я продемонстрирую вам, а потом мы сделаем все в группе. Я покажу вам три основных блока карате. Это низкий блок, блок нож-рука и высокий блок. Я сначала продемонстрирую вам все и покажу. Итак, низкий блок. Мы встаем в переднюю стойку. Левая рука у вас сжата в кулак. И правая рука тоже в кулак. Правая рука выдадут это вперед. А левой рукой вы тянетесь к своему уху, ладонью к нему. Я вам покажу сейчас низкий блок. И я попробую сделать это пока очень медленно. Рука идет вниз и одновременно крутится. Как в центральном ударе. Итак, вы готовы? Правая рука вытянута, левая ухо. Итак, вниз. Идет левая рука и она над ногой. 68 дюймов от ноги. Например, кто-то хочет вас ударить, вы его тут же блокируете. Потом наносите удар или что-то еще. Итак, еще раз. Левая рука идет к уху, правая вперед. Блок. Теперь поработаем над блоком нож-рука. Он такой же, как и низкий блок, но вместо кулака у вас рука, ладони, согнуты пальцы. Она находится там же, около уха. Например, кто-то хочет ударить вас ударом хук. И смотрите, как я это делаю. Вы делаете блок и обратно-назад. И снова блок. Запомните, что пальцы должны быть на уровне глаз. И вы не должны двигать рукой слишком сильно. Движение должно быть параллельно плечу. Еще раз. Блок. Еще раз. Запомните, что все должно быть одновременно. А сейчас я покажу вам высокий блок. Пальцы плотно сжаты в кулак. Левая рука кладется вниз, а правая прямо сверху. Причина в том, что левая рука лежит внизу, и она должна выпрыгивать, как пружина. Если будет она вверху, то она будет не такой сильной. Это все должно происходить, как выстрел. Итак, вы поднимаете руку и крутите ее, так, чтобы ладонь была наверх. Чтобы, если кто-то у вас ударит, или какой-то предмет, или рука, ударил не по кости, а по мышцам. Рука немного согнута. И направлена против вашего противника. Вы сможете сделать блок. У вас будут синяки, но рука не будет сломана. Итак, показываю снова. Левая рука снизу, правая сверху. Поворотом рука поднимается вверх, и делается блок. Еще один раз. Блок. И не забывайте, что очень важен угол. Рука не должна быть слишком высоко и слишком далеко, потому что предмет или кулак может промахнуться и попасть вам в голову. Самое главное, чтобы рука защищала голову. Готово? Еще раз. Блок. Это первые три блока. Низкий блок, блок нож-рука и высокий блок. Теперь давайте попробуем вместе с группой. Левая нога в переднюю стойку. Итак. Раз, два, три. Теперь блок нож-рука. Раз, два, три. Теперь высокий блок. Раз, два, три. Снова в исходное положение. Переднюю стойку, правую ногу. Сначала низкий блок. Раз, два, три. Великолепно. Теперь блок нож-рука. Раз, два. Три. Продолжаем, а сейчас высокий блок. Раз, два, три. И снова в исходное положение. У вас получилось. Продолжайте работать. Пока что мы выучили стойки, удары и блоки. Теперь удары ногами. Поставьте ноги в переднюю позицию. Левая нога вперед. Теперь поднимайте левую ногу. Поднимайте колено как можно выше. А теперь выпрямите ногу, но так, чтобы пальцы ноги были оттянуты назад. После этого вы уводите ногу назад и опускаете ее снова в стойку. Я делаю все это медленно, и у меня получается, потому что я этим занимался долго. Я покажу вам еще раз, а потом сделаем в группе. Поднимаете колено, выпрямляете ногу, тянете, тянете пальцы назад, сгибаете снова ногу и ставите ее в стойку. Теперь давайте сделаем то же самое с задней ногой. Она поднимается вверх, снова выпрямляется, и также ставится в стойку. Следующий удар, который я покажу вам, это удар поворотом. Он довольно сложный. Поднимите бедро вот так, чтобы ваша лодыжка и колено были параллельны. И вы должны держать пальцы ноги сжатыми, потому что вы будете бить внешней стороной стопы. Итак, вы снова сгибаете, делаете удар и опускаете ногу в стойку. Вы потренируетесь это делать дома, потому что это довольно сложно. Может быть, у вас получится быстрее. Итак, поднимаем бедро так, чтобы лодыжка и колено были на одном уровне. Не должно быть ни так, ни так. Вы должны держать руки, и пальцы должны быть выпрямлены. Делаете удар, очень медленно, потом сгибаете снова ногу и ставите в стойку. Вот так вот мы делаем с передней ногой. А давайте попробуем с задней. В этом случае стопа поворачивается немного в сторону, вместе с вашими бедрами. Теперь вы поворачиваетесь, и задняя нога идет вверх, параллель, между коленом и лодыжкой. И вы делаете удар, возвращаетесь в стойку. И возвращаетесь в ту стойку, в которой вы были. Давайте попробуем с группой. Начинаем со стойкой. Передние удары. Готовы? Раз, два, три. Теперь с задней ногой передний удар. Раз, два, три. Теперь поворачиваемся другими ногами. Так, теперь правая нога впереди. Передний удар. Раз, два, три. Теперь возвращаемся и бьем задней ногой. Раз, два и три. Великолепно. Теперь снова в другую позицию для удара с поворотом. Раз. И теперь кия. И три. Теперь поворот другой ногой. Задней ногой. Раз, два, три. И три. Хорошо. Меняем ноги. Так. Удар с поворотом передней ногой. Раз, два, три. Удар с поворотом с задней ногой. Раз. Назад. Два. Назад. И как можно сильнее сейчас. Раз, два, три. И снова в стойку. Великолепно. У вас действительно хорошо получается. Итак, вы изучили первые азы карате. Вам понравилось? Да. Когда я был мальчиком, я очень много падал. Вы знаете, о чем я говорю. А сейчас Джоша покажет вам, как правильно падать. Первое падение из положения стоя вперед на коленях. Вытяните руки вперед. Поверните голову. А теперь падайте. Хорошо. Еще раз. Руки вперед. Голову повернуть. И падайте. Когда падаете, говорите кия. Теперь из положения стоя. Руки вперед. Поворачивай голову. Теперь вы должны вытянуть ноги. Падай. Кия. И еще раз. Руки вперед. Голову повернуть. Ноги прямо. Великолепно. Великолепно. Теперь Джоша продемонстрирует, как падать спиной назад. Сначала из положения сидя, потом из положения стоя. Во-первых, вы не должны сломать свои руки. Поэтому сложите их на груди и нагните голову. Кроме того, спина должна быть колесом. Руками вы делаете такое движение. И еще раз. Руки на груди. Голова согнута. Спина колесом. Теперь все то же самое делаем из положения стоя. Все делается примерно так же. Руки на груди. Голова согнута. Но теперь вы должны немного согнуть ноги. И спина тоже должна быть колесом. Вот так. Еще раз. Руки на груди. Голова согнута. Колени согнуты. Вот так. Хорошо. И еще раз. Руки на груди. Голова нагнута. Колени согнуты. Спина колесом. Спасибо, Джош. Теперь мы изучили физические аспекты карате. Но есть и другие. Мистер Роджер Леком расскажет вам о дисциплине и концентрации. Это поможет вам в повседневной жизни. Привет, ребята. Меня зовут Роджер Леком. Привет, Мистер Леком. Здравствуйте, Мистер Роджер Леком. Привет. Возможность дисциплинировать себя и концентрироваться очень важна. Я попытаюсь объяснить, что такое концентрация и дисциплина. Сначала концентрация. Когда вы занимаетесь техникой, которая показывает вам Мистер Норблуд, пытайтесь освободить свой ум от всего, что его занимает. Просто концентрируйтесь на технике и на упражнениях. Теперь дисциплина. Когда вы делаете какие-то упражнения, пытайтесь избежать каких-то ненужных движений, как, например, вытереть нос или поправить одежду. Или, если вы шлезете какой-то шум, попытайтесь не обращать на него внимания, а сконцентрируйтесь над тем, над чем вы работаете. Возможно, это будет сложно делать сначала, но, если у вас это получится, вы сможете учиться лучше и быстрее. Я хотел бы, чтобы вы попрактиковались хотя бы полчаса в день, ну или час, просто чтобы быть в форме. Это требует дисциплины. Спасибо, Мистер Леком. Спасибо. И хватит теперь. Теперь давайте небольшой обзор. Руки на бедра. Передняя стойка. 60% на согнутой ноге, 40% на вытянутой. Задняя нога вытянута, и пятка стоит на полу. Руки на бедрах. Назад. Снова вперед, другой ногой. Вы должны видеть свои пальцы, для этого надо согнуть колено. И назад. Теперь задняя стойка. Левая нога вперед, а правая повернута. Ваш вес распределён вот так. Передняя нога вперед, а задняя перпендикулярно ей. Назад стойку. Итак, ещё раз. Вперёд. Побольше сгибайте колени. И назад. Это была задняя стойка и передняя стойка. А теперь стойка ноги врозь. Ноги немного шире своих плеч. Руки на бедрах. И чувствуйте себя удобно. И снова в исходное положение. Ещё раз стойка ноги врозь. Левая рука вышнута вперёд, а задняя на бедре. Это центральный удар. У левой руки ладонь вниз, у правой вверх. Теперь удар. И всё меняется. Раз, два и три. Помнишь, что такое кия? Теперь давайте сделаем то же самое с кия. Что такое кия? Кия придает вам больше энергии. Раз. Два. Вы поняли? Снова в исходное положение. Руки на бёдрах. Теперь левая нога вперёд, в передней стойке. Мы сейчас посмотрим блоки. Низкий блок, блок, рука-нож и высокий блок. Итак, руки сжаты. Левая рука у вас около уха, а правая вперёд. Итак, раз. Ещё раз. Раз и два. Это был низкий блок, теперь блок, рука-нож. Всё то же самое, только рука сжата. Но не в кулаке, а просто пальцами. Вот так блок. Теперь высокий блок. Руки обе сжаты. Левая рука внизу, правая на ней. Вы поднимаете левую руку и поворачиваете её. Раз, два. Снова назад. Ещё раз. Два. Хорошо. Теперь вы знаете блоки. Низкий блок, блок рука-нож и высокий блок. Теперь давайте посмотрим на удары ногами. Вы стоите в таком положении, что 50% веса приходится на каждую ногу. Руки вверх. Мы бьём передний удар. Мы поднимаем ногу. И поднимаете её как можно выше. Теперь выпрямляете её. Наносите удар. И снова в стойку. Раз. Хорошо. Два. Великолепно. Теперь давайте сделаем это с задней ногой. Раз и два. Теперь мы переходим к удару поворотом. Мы поднимаем ногу так, чтобы ваши колена и лодыжка были параллельны. Стопа вытянута. Удар и назад в стойку. Раз. Раз, два. Теперь мы делаем удар с поворотом задней ногой. Ставьте её вперёд, а потом назад. И ещё раз. И снова назад. Теперь вы в исходном положении. Мы всё время должны быть готовы. Спасибо. И мы кланяемся. И снова в исходное положение. Теперь вы действительно стоите настоящими бойцами. Продолжайте работать. Ну что, было здорово? Да. Видите, теперь вы занимаетесь каратэ. Но это только начало. В ближайшее время мы перейдём ко второму этапу. Просто самое главное, надо тренироваться. И всё, что вы делаете, у вас получится. Уроки каратэ для детей. Привет, я Лиза Мария Нильсон, вице-президент компании Bright Ideas Corporation. Забота о наших детях заставила нас создать эту программу о каратэ, так как каратэ делает ум быстрым, а тело быстрым и готовым к самообороне. Это вторая часть нашей программы, в которой мы снова концентрируемся на создании условий для повышения самооценки ребёнка. Как вы уже наверняка поняли из первой части, ничего так не действует на способность чувствовать себя уверенным, как возможность самому защитить себя и других. Каратэ учит философии уважения, дисциплинии и упорству. Мы стараемся поменьше говорить, наш подход игра и развлечения, поэтому наслаждайтесь каратэ вместе со своим ребёнком, и вы поймёте, сколько пользы оно может принести вам и вашим детям. Кинокомпания Bright Ideas Productions представляет Уроки каратэ для детей Упражнения и правила Упражнения и правила средней сложности Упражнения и правила средней сложности с Брэндоном Гейнсом Привет, меня зовут Брэндон Гейнс И это программа «Уроки каратэ для детей», вторая часть. Упражнения и правила средней сложности. В первой части вы занимались легкими упражнениями и техникой. Сейчас мы покажем вам, как применять ту технику, которую вы уже знаете. Эта программа, конечно, не может заменить занятия в классе, но тем не менее мы пытаемся дать вам какие-то основные элементы, которые вы можете узнать и потом дома тренироваться. Кстати, это поможет вам и в школе, и дома. Кроме того, если вы не можете ходить на занятия каратэ сами, смотрите наши программы по телевидению. Кроме того, мы покажем вам, что все упражнения, которые мы используем, могут использоваться только в целях самозащиты. Теперь, что мы узнали о каратэ? Ну, давайте, ребята. Итак, много места вокруг, и ноги стоят на мягкой поверхности. Внимание и поклон. Хорошо в исходное положение. Самое главное – это, о чем мы сейчас поговорим, небольшие прыжки. Прыжки, ноги вместе в ройс. Итак, давайте попробуем. Раз, два, раз, два, раз, два. Очень важно подготовить свое тело к последующим упражнениям. Нельзя их делать просто так сразу. Хорошо? Спасибо, ребята. И теперь снова в исходное положение. А теперь мы будем заниматься движениями руками. Вот так. Здорово. Теперь назад. А теперь попробуем сделать руками круги. И назад в другую сторону. И помните, мы делаем это для того, чтобы вы были готовы к дальнейшим упражнениям, которые будут более сложны. Так, возвращаемся в исходное положение. Поднимаем ноги. Ладони на пол. И кладем их под бедра. Поднимаем на 30 градусов. Ноги поднимаем их вверх, выше. Снова до 30 градусов. Еще раз. Два. Это поможет вам размять и растянуть ваши ноги, которые очень важны для ударов и других техник. Каратэ. Хорошо, спасибо, ребята. Встаньте. И снова в исходное положение. Так, спасибо, ребята. Вы можете сесть пока на минутку. Помните, самые главные стойки, которые у нас есть в каратэ. Они используются в каждой технике каратэ. В передней стойке, самое главное, держать ногу согнутой в колене. Задняя нога вытянута, и пятка упирается в пол. Руки прижаты к бедрам. В задней стойке ваша задняя нога согнута, а передняя немного согнута. Кроме того, оба колена тоже согнуты. Кроме того, вы должны знать, что надо переходить от передней стойки к задней, когда вы хотите либо сделать блок, либо удар. Например, вот так. Итак, это называется полный поворот бедер. Джош сейчас покажет нам полный поворот бедер. Джош, встань в заднюю стойку. Итак, ты переносишь вес с задней ноги на переднюю, с поворотом. Это называется полный поворот бедер. И очень часто используется. И назад. Еще раз, поворот. Переносишь вес. И назад. Теперь поменяй ноги и покажи все с правой стороны. Давай, поворачивай направо и назад. Я думаю, вы поняли основную мысль. А теперь сделай несколько ударов. Первый удар называется удар-толчок. Прямой удар. Назад. Прямой удар и назад. После этого мы снова возвращаемся к другому удару. Удар с тыла или тыльный удар. При этом вы переносите вес с одной ноги на другую. Итак, перенесли вес и удар с тыла. Тыльный удар. Укол. Удар. Теперь все сделай с кия. Прямой удар. Тыльный удар. Меняй ноги. Помнишь? Все должно происходить. Так, прямой удар. Тыльный удар. И после этого, после удара прямо, рука снова возвращается на бедро. Итак, прямой удар и тыльный удар. Снова в исходное положение. Спасибо, Джеш. Можешь сесть. Терри, иди сюда. Хорошо, Терри. Из стойки ноги врозь. Держи свои руки на бедрах, а правую руку вытяни вперед. Ты, кроме того, должна помнить, что в центральном ударе, который делается вот так, ты делаешь другой удар, высокий удар. А теперь сделай низкий удар. Давай, низкий удар. Центральный удар. Высокий удар. И с кия низкий удар. Хорошо. Молодец, Керри. Можешь сесть. Так как карате – это не только самозащита, но, тем не менее, вы должны знать очень много блоков. В карате я покажу вам низкий блок. Моя левая рука идет к моему уху, а правая рука направлено вперед. После этого левая рука опускается к ноге вниз. Конечно, вы должны практиковаться, чтобы дать скорости. Итак, высокий блок, левая рука идет вниз, а правая рука идет вверх на нее. После этого левая рука поднимается вверх с поворотом. И другой блок, блок рука-нож. Ладонь распрямлена и пальцы прижаты. Я хочу сделать блок, и моя ладонь направлена на вас. Смотрите. От моего уха и вперед. Я научу вас двум новым блокам, которые вам помогут. Первый называется внутренний блок. Итак, мы держим левую руку, вытянутую вперед, а другую держим около нашего уха с развернутой ладонью. После этого разворачиваем перед лицом. Например, если кто-то ударит вас по нему. Теперь с другой стороны. Моя правая рука направлена вперед, а моя левая рука поворачивается вот в таком направлении. Вот блок. А теперь я покажу внешний блок. Для внешнего блока поставьте правую ногу вперед, и ваша левая рука кладется прямо на правую руку. После этого правая рука идет наверх. Вот так. Теперь с другой стороны. Левая нога вперед, левая рука на бедро, а сверху кладется правая рука. Ладони вниз. Теперь я убираю правую руку к своему бедру, а левая поднимается вверх. Теперь вы знаете пять разных блоков, которые вам помогут. И блок должен быть таким же сильным, как и удар. Давайте начнем с нижнего блока. Эрика будет делать нижний блок, а Вебин будет проводить удар. Вебин и Эрика встаньте друг напротив друга. Теперь встаньте в боевую позицию, и Эрика с Кия делай блок. Вебин делает удар, и отбивает его с низким блоком. Хорошо. И назад. Еще раз. Молодцы. В исходное положение. Высокий блок. Используется для защиты вашей головы. Например, кто-то хочет ударить вас палкой или рукой. Готово, Эрика? Ты будешь бить, а Вебин будет ставить блок. И снова назад в исходное положение. Еще раз. Великолепно. В исходное положение. Теперь мы покажем вам блок-удар ножа. Он идет против ударов в торс. Итак, Эрика делает блок, а Вебин бьет. И назад. Еще раз. И снова назад в исходное положение. Молодцы. Внутренний блок служит против ударов в верхнюю часть вашего тела. Эрика бьет, Вебин ставит блок. Внутренний блок. И назад. Еще раз. И снова в исходное положение. Внешний блок очень эффективен против ударов в разные части вашего тела. Например, в середину тела. Эрика ставит блок, а Вебин бьет. И назад. Хорошо, еще раз. И снова в исходное положение. Хорошая работа. Молодцы, ребята. Поклонитесь друг другу. Пожмите руки. И снова в исходное положение. Теперь Джоша и Терри поработают над комбинациями. Когда вы делаете блоки, очень хорошая мысль после него сделать удар. Но при этом вы должны менять стойку. С передней на заднюю. Сначала делайте все медленно. Итак, поставим левую ногу в боевую позицию. Левая рука в низкий блок. Блок. И после этого центральный удар. И снова возвращаемся. Блок. И центральный удар. И назад. Сейчас делаем ския. Блок. И удар. Снова в боевое положение. Теперь ставим высокий блок. И низкий удар. Правая рука кладется сверху левой. Блок. После этого низкий удар. И снова возвращение. Теперь быстрее. Вниз. И наверх. И удар. И в исходное положение. Теперь сделаем ския. И снова. Теперь мы поставим блок удар нож. И верхний удар. Куху. Блок. И высокий удар. И назад. Куху. Блок. И верхний удар. И назад. Последний раз ския. Блок. И кия. Хорошо. Поменяем ноги. Теперь мы сделаем внутренний блок с высоким ударом. Правая рука к правому уху. Блок. И прямой удар. Удар. Итак. Блок. И удар. Теперь последний раз ския. Блок. Удар. И снова. В исходное положение. Теперь мы сделаем внешний блок. Потом нижний удар. И прямой удар. Мы должны делать все одновременно. Сначала правая рука. Левая рука сверху. Блок. Удар. И еще один удар. И назад. Итак. Руки вместе. Блок. Удар. И еще удар. И назад. И последний раз ския. Блок. Удар. И снова. В исходное положение. Хорошо. Вы можете сесть. Знаете ли вы, что в мире более 2500 разных стилей карате? Но в большинстве стилей черный пояс представляет самую высокую честь, которую вы можете достигнуть. В нашей первой части мы говорили о переднем ударе. Но мы ставим для этого ноги в заднюю стойку, поднимаем ногу и бьем прямо, причем пальцы тянутся назад. Потом обратно сгибаем ногу и снова садимся в стойку. Конечно, есть разные вариации, и я покажу вам их. Есть, например, такой удар с поворотом. Правая нога поднимается наверх. Я поднимаю ногу и ставлю ее обратно. В ту же стойку. Это очень удобный и важный удар. Я покажу вам также новый удар. Он называется боковой удар. Он похож на удар с поворотом. Вы ставите правую ногу вперед, поднимаете ее вверх. После этого вы должны повернуть ее, причем вы должны повернуть и стопу. Вот таким образом. Вернуться назад и сесть в стойку. Поднимаете ногу вверх и снова вниз. И вы обязательно должны встать в хорошую стойку. Другой удар – это удар сзади. Вы для этого должны сидеть в хорошей стойке. После этого вы поворачиваетесь против своего врага. Теперь я делаю шаг назад. Другая нога делает удар. И снова в стойку. Еще раз. Ноги в боевом положении. Я поворачиваюсь, делаю шаг, удар. И снова внизу. И снова в исходное положение. Есть несколько самых разных способов, как провести эти удары. Терри, иди сюда. Первый удар, который нам продемонстрирует Терри, это передний удар. Поднимается нога сзади и возвращается в исходное положение. Теперь быстрее. Молодец, Терри. Другой удар – это прямой удар на ходу. Ты двигаешься немного вперед, поднимаешь ногу и бьешь. Снова становишься в стойку. Возвращаешься назад. Теперь быстрее. Немного назад. Третья вариация – это прямой удар после нескольких шагов. На этот раз ты сделаешь несколько шагов и ударишь задней ногой. Вот так. Хорошо? Еще раз. Шаг вперед, удар и шаг вперед. И шаг назад. А теперь попробуем с другой стороны, немного быстрее. Молодец. Ударь вперед. Так, назад. И теперь удар на шагу. Молодец, Терри. И снова в исходное положение. Хорошо? Поклонись и садись. Джош, иди сюда. Джош продемонстрирует нам удар с поворотом. Поворотный удар. Итак, в переднюю стойку. В поворотном ударе вся сила концентрируется на передней ноге. Теперь она поднимается. И удар вниз. Хорошо. Теперь еще раз и побыстрее. Молодец. А теперь мы делаем то же самое, только в движении. И удар. Назад. Теперь немного быстрее. Молодец. А сейчас мы перейдем к поворотному удару с вращением. Это уникальный удар. При этом тут применяется поворот бедер. Теперь вперед и удар. И назад. Теперь шаг назад. Это называется поворотный удар с вращением. Молодец. Шаг назад и поменяй ноги. Теперь мы сделаем простой удар с поворотом, только побыстрее. Теперь удар на ходу. И теперь делаем поворот и вращение. Молодец. Вернись в исходное положение. Джеш, спасибо. Можешь садиться. Эрика, иди сюда. Эрика продемонстрирует боковой удар. Итак, руки в боевую позицию. Как и поворотный удар, это прямой удар. Самое главное, что здесь удар идет пяткой. И вниз. Это боковой удар. Теперь немного быстрее. Молодец. Теперь мы перейдем к такому же удару, только на ходу. Ты должна двигаться потихоньку. Так, поднимай ногу. И удар. И встань вперед. Назад. Сделай то же самое быстрее. Затем мы переходим к боковому удару с вращением. Итак, поворот бедер. Поднимаешь ногу. И удар. Возвращаешься в исходное положение. Вперед. Возвращаешься назад. Немного быстрее. Так. Шаг назад. Поменяй ноги. Теперь продемонстрируй все три боковых удара. Простой боковой удар. Боковой удар на ходу. Шаг назад. И боковой удар с вращением. И назад в исходное положение. Итак, садись. Очень хорошо. Виббин, иди сюда. Итак, Виббин продемонстрирует нам удар сзади. Задняя стойка. Левая нога вперед. Этот удар против того, кто бьет вас сзади. После этого он поворачивается снова в ту же стойку. Молодец. Молодец. Теперь тот же самый удар на ходу. Он поворачивает свои бедра, но глаза смотрят в ту же сторону. После этого он делает шаг и удар. Ногу вперед. Ногу вперед. Отойди назад. Теперь немного быстрее. Молодец. Вернись назад. Последний удар – это удар сзади с вращением. На этот раз он поворачивается полностью и смотрит через правое плечо. И его передняя нога бьет и становится вперед. И назад. При ударе сзади очень важно движение головы. Поменяй ноги. И покажи нам все немного быстрее. Итак, простой удар сзади. Молодец. Тот же самый удар сзади в движении. Вернись назад. И на этот раз удар сзади с вращением. Молодец. И снова назад в исходное положение. Поздравляю. Ребята, идите ко мне. Итак, ребята, надеюсь, вы поняли теперь, что есть много самых разных комбинаций, которые можно использовать. Можно менять заднюю стойку на переднюю. Итак, я медленно продемонстрирую вам, как это делается. Блок, нож, рука. Вниз. Удар. Удар прямой ногой. Шаг вперед. И удар. Хорошо. Назад. Мы сделаем это два раза. Итак, стойка. Нож, рука. Блок. Удар. Прямой удар ногой. И удар. И назад. Последний раз. Вместе с кия. Нож, рука. Блок. Прямой удар. Прямой удар ногой. Вместе с киянией. Назад. В исходное положение. А сейчас мы покажем вам новую комбинацию. Высокий блок. Левая рука вниз. Наверх. Правая рука. Удар. Не забывайте, что она должна быть на уровне солнечного сплетения. Поворот бедер. И удар с поворотом. Высокий удар. Назад. Два раза. И немного быстрее. Высокий блок. Удар. И удар ногой с поворотом. И прямой удар рукой. Назад. Еще раз. Вместе с кия. Руки вверх. Высокий блок. Удар. Удар с поворотом ногой. И кия. В исходное положение. Теперь становимся в заднюю стойку. Другая комбинация. Блок-нож. Правая рука вперед. Блок. Двойной удар. Теперь боковой удар. Ногой. И прямой удар рукой. Еще раз. Немного быстрее. Задняя стойка. Нож. Рука. Блок. Прямой удар. Боковой удар. И удар. И последний раз. Вместе с кия. Итак, нож. Рука. Блок. Удар. Удар. И кия. Назад. В исходное положение. Хорошо. Нам здорово повезло. Мы неплохо поработали. Теперь правая нога вперед. Задняя стойка. Теперь мы попробуем внутренний блок. Потом прямой удар. Блок. И вместе с блоком мы поворачиваемся. И делаем удар сзади. Потом полный шаг вперед и удар. Отойдем назад. И не забудьте поворачиваться. Так. Блок. Удар. Поворот. И прямой удар. Назад. Еще раз вместе с кия. И возвращаемся в исходное положение. Итак, снова мы в задней стойке. Сейчас немного сложнее. Это внешний блок. Правая рука. Левая рука сверху. Делаем блок. Потом мы делаем поворот с вращением. Левая нога. Удар с поворотом. Вращение. Еще один удар. И прямой удар. Вот так. Итак, тут два удара. Немного сложнее. Задняя стойка. Блок. Удар. Поворот. И удар сбоку. Хорошо. Назад. Последний раз. Вместе с кия. Блок. Удар. Поворот. И еще один удар сбоку. Назад в исходное положение. Ну хорошо, вы можете занять свои места. А сейчас, ребята, я хотел бы познакомить вас с инструктором Милом Поулом. Мистер Поул имеет черный пояс. Это самая высокая честь и самое высокое звание. Здравствуйте, мистер Гейнс. Здравствуйте, мистер Поул. Здравствуйте. Как у вас дела? Хорошо, сэр. Мы сегодня поговорим в нашем классе, как выработать отношения каратэ в духе черного пояса. Вы изучаете каратэ. Каратэ учит вас превышать свои возможности. И чем лучше вы это делаете, тем больше у вас получается. Вы переходите от начального уровня и можете достичь самого высокого уровня черного пояса. Но черный пояс – это очень особенный символ. И дело в том, что он призывает не только к гордости за него, но и к самосовершенствованию. Каратэ значит для нас не только какую-то игру или развлечение, но вы можете использовать стремление к черному поясу в других играх, например, в бейсболе, в футболе. Вы можете учиться, вы можете стать лучше сами. Даже в школе вы можете показать свое стремление к черному поясу даже в занятиях. Стремление к поясу – значит никогда не останавливаться на достигнутом. Вы должны чувствовать, что вы должны стать лучше всех, самыми лучшими. И самое смешное и самое интересное в этом – это то, что когда вы получаете черный пояс, вы отдаете, и вы больше не можете держать все это в себе. Много-много лет вы учитесь, и тем не менее вы хотите стать все лучше и лучше и лучше. Это секрет черного пояса. Каратэ должно быть применено вами в вашей каждодневной жизни. Понимаете, вы должны все время думать о черном поясе. Черный пояс – это стремление к совершенству. И вы должны себя вести, как те, кто стремятся к черному поясу. Вы должны проявлять стремление улучшить себя во всех областях. И эта возможность дает вам каратэ. Мистер Гэнс, спасибо. Спасибо, мы запомним, что вы сказали, и мы постараемся улучшить наши возможности в каратэ и в других областях. Каратэ стало очень интересным, и мы увидели, что мы узнали сегодня полный поворот бедер, узнали новые удары, и теперь мы даже можем применять все это в комбинации. Кроме того, нам объяснили, что стремление к черному поясу – это самое лучшее, что я и в жизни. Дети, ко мне. Кажется, мы здорово проводим время с каратэ. И, по-моему, вам тоже нравится. Но, тем не менее, вы должны практиковаться каждый день. И очень скоро вы станете чувствовать себя гораздо лучше. Будьте готовы к третьей части каратэ. Самое главное – это воля и стремление. Поклон. Спасибо. Привет. Я Лиза Мария Нильсон, вице-президент компании Bright Ideas Incorporation. Каратэ – удивительное искусство. Оно развивалось многие века. Возможно, его притягательность в том, что им может заниматься каждый и достигнуть больших успехов. Каратэ учит, что размер и пол не имеют значения перед техникой. Поэтому даже маленький ребенок может противостоять большим и сильно взрослым. Неудивительно, что детям так нравится чувствовать себя сильными. Смотрите уроки каратэ для детей вместе со своим ребенком, и вы поймете, сколько полезного может оно предложить. Компания Bright Ideas Productions представляет. Уроки каратэ для детей. Упражнения и правила продвинутой сложности. С Кеном Фаерстоненом. Привет всем. Это уроки каратэ для детей. Часть 3. Правила и упражнения продвинутой сложности. Я Кен Фаерстонен. Вы сегодня уже выучили несколько довольно сложных упражнений, но мы сегодня проведем еще несколько упражнений для того, чтобы узнать, что такое каратэ. И помните, никогда не пользуйтесь каратэ против других ребят. Каратэ – это не просто игра, это серьезное боевое искусство, и поэтому серьезно подходите к нему. Эта программа дана для того, чтобы вы практиковались в каратэ. Вы должны совершенствовать свое тело и философию. И если вы серьезно относитесь к этому, я призываю вас начать. Ну что, давайте. Начинаем так же, как мы начинаем каждое занятие. Поклон. И теперь боевую стойку. Мы начинаем с упражнений растяжки. Это называется разминка. Груди. Колено груди. Раз, два, три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. И удар. Меняем стойку. Опять нога к груди. Раз, два, три, четыре. Пять. Шесть. Меняем стойку. Теперь мы разменяем ноги. Раз, два, три, четыре. Пять. Шесть. Семь. И удар. Меняем стойку. Левую ногу. Раз, два, три, четыре. Пять. Шесть. Семь. Семь. И я. Меняем стойку. А теперь мы попробуем еще сделать другую растяжку. Тяните правую ногу к своему телу. Как можно сильнее. Раз, два, три, четыре и пять. Меняем позу. Готовы? Раз, два, три, четыре и пять. Встаньте на ноги. В исходное положение. Итак, Джоша, иди ко мне, а вы можете сесть. Мы сейчас попробуем несколько комбинаций. Итак, внутренний блок. Медленно. Медленно. Внутренний блок. Еще раз. Внутренний блок. И внешний блок. А теперь быстро. Раз, два, три. Ския. 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 Четыре. Поменяй стойку. Готов? Раз. Два. Три. Четыре. Ския. Молодец, Джош. Спасибо. Поклон. Виббин. Виббин, иди сюда. Встань в стойку. Молодец. Давай вспомним несколько движений. Это нижний блок, очень медленно. Если помнишь, полный поворот. Полный поворот бедер. Так, и высокий блок. Низкий блок. Задняя стойка. Верхний блок. Я буду считать и посмотрю, как ты сделаешь. Готов? Раз. Два. Три. И кия. Поменяй стойку. Очень хорошо. Виббин. Раз. Два. Три. Три. И с кия четыре. Молодец. Повернись ко мне. Поклон. Терри, иди сюда. Хорошо, Терри, давай вспомним, что ты знаешь о движениях. Итак, соедини руки. Теперь повернись направо. Это вращение и удар. Теперь шаг вперед и прямой удар. Давай еще раз попробуем медленно. Стоим в боковой стойке. Поворачиваемся. Правая рука, прямой удар. А теперь я буду считать. Итак, раз. И назад. Очень хорошо. Два. И назад. Три. И назад. Последний раз с кия. Четыре. И назад. И давай поменяй стороны. Готово. Раз. Теперь проходишь к центральному удару. И назад. То же самое, только быстро. И назад. Два. И назад. И назад. Три. Очень хорошо. Молодец. И последний с кия. Четыре. Молодец, Терри. Вернись. Подойди ко мне. Поклон. В исходное положение. Садись. Спасибо. Ребята. Теперь мы узнаем новые основные удары. Это, например, серповой удар. Во-первых, мы делаем внутренний удар серпом. Вот так вот идет нога. Вы снова встанетесь в стойку. Так. Сейчас я вам покажу, что такое внешний серповой удар. Вы поворачиваетесь с внешней стороны и ставите ногу вперед. Подойди сюда. Бобин. Подойди ко мне. Поклон. И в стойку. Теперь продемонстрируй мне внешний удар серпом. А теперь назад. А теперь внутренний удар серпом. И назад. Посмотрите, как движется его нога. Во время внутреннего и внешнего удара. Итак, нога поворачивается и... Вот-то удар. И назад. Теперь он сделает внешний удар серпом. Фокусируйтесь на его другой ноге. Раз. А теперь немного быстрее. Все-таки это новый удар. Назад. Внутренний удар. Назад. Три. Назад. Теперь ския. И назад. Очень хорошо, Бобин. Теперь покажи внешний удар серпом. И концентрируйся на своей ноге. Раз. Назад. Два. Очень хорошо. Бобин. Назад. И три. И назад. Последний ския. И назад. Повернись ко мне лицом. Поклон. Спасибо. Следующий удар, который мы выучим, это серповой удар с вращением. Это довольно тяжелый удар. И он относится к довольно сложным. Вы должны держать ногу переднюю и двигать ее вот так, одновременно двигая тулоща. Поднимаете правую ногу и наносите удар. И назад в стойку. Итак, поворачиваете переднюю ногу, разворачиваете тело и концентрируйтесь на повороте и ударе правой ногой. И назад в стойку. А сейчас, Терри, сюда. Поклон. Стойка. Итак, покажи нам этот серповой удар с вращением. Поворачиваешь туловище, задняя нога поворачивается и удар правой ногой. Делай это очень медленно. Поворачивай, бей. Очень хорошо. И быстрее. Хороший удар. Два. Три. И теперь последний с кия. И подойди ко мне. Поклон. И спасибо. Следующий удар еще более сложный. Мы будем не только вращаться, но и прыгать. Вы должны согнуть ноги в коленях, потом подняться в воздух и повернуться. Сначала делайте медленно. Прыгайте в воздух и бьете. Вы подгибаете колени и бьете. А теперь мы будем не просто прыгать, но и вращаться. А потом бить удар серпом. Итак, поднимаемся в воздух после того, как согнули ноги в коленях. Еще раз посмотрите. Я внизу. Вверх и вниз. Джош. Стойку. Поклон. Хорошо. Очень медленно. Попробуй подпрыгнуть и сделать удар. Очень хорошо. Так, теперь немного согни ноги в коленях. Два. А теперь попробуем то же самое, только с вращением. Готов? Раз. Очень важно части стопы, которые вы бьете. Это внешняя часть стопы. Раз, два, три. И последний ския. Повеселись. Повернись ко мне. Поклон. Спасибо. Крате – это прекрасное искусство самозащиты. Встаньте в исходное положение. Поклонитесь. Джош, теперь ты возьми его за плечи. Мобин, подними свою руку наверх и сконцентрируйся. Теперь отступаешь одной ногой назад и бьешь по его руке. После этого делаешь удар вперед. И возвращаешься в обратное положение. Выпрямите руку и согнуть. Вперед и назад. А теперь беги и проси о помощи. Это очень важно, чтобы кто-то тебя услышал. Итак, теперь все то же самое с большой скоростью. Помогите. Хорошо. Назад. И на полной скорости. Помогите. Назад. Встаньте в исходное положение. Поклонитесь. И садитесь. Терри, иди сюда. Есть самые разные способы нападать. Вот, например, один из способов нападать сзади. Подойди ко мне. Поклонись. Вот, например, вас схватили сзади за руку. Ты должна повернуться и ударить кулаком вверх. После этого схвати меня за руку и тащи вниз. Удар потом в грудь, когда я падаю. Помогите. И назад. Давай это сделаем на средней скорости. Так, у тебя захват сзади. Удар. Помогите. И назад. На этот раз сделаем все на большей скорости. И помни орать погромче о помощи. Это очень важно. Сделай ския. Давай. Помогите. И назад. В исходное положение. Поклон. Молодец, Терри. Садись. В карате есть самые разные виды движений. Движения помогают вам отражать удары, откуда бы они не наносились. Кроме того, они позволяют вам не терять равновесие. Это полезно в хоккее, в футболе, в других играх, где вы встречаетесь с соперником. Это помогает вам устоять на ногах. И, например, я покажу вам одно из упражнений. Я сейчас буду двигаться вдоль этих черточек и отражать удары. Первое, что я буду делать, я посмотрю налево. Ноги в стойку и блок. Низкий блок, удар. Прямой удар. Удар. Посмотрю направо. Кто-то идет сзади. Снова блок. Делаю шаг назад. Низкий блок. Удар. Удар ногой. Прямой удар. Потом посмотрю налево. Идет третий человек. Нападает. Снова блок. Вы делаете полный поворот бедер. Низкий блок. Удар. Прямой удар. Удар рукой. Еще один удар ногой. Прямой удар рукой. Удар. И последним ударом мы говорим кия. Поворачиваемся налево. Кто-то идет еще. Он атакует сзади. Полный поворот. Низкий блок. Удар ногой. Удар рукой. Направо. Снова блок. Всегда блок должен быть таким образом, что рука у уха. Удар ногой. Прямой удар рукой. Посмотрим налево. Кто-то идет сзади. Поворот к этой линии. Низкий блок. Прямой удар. Теперь мы должны все время двигаться вдоль одной черты. Прямой удар ногой. Рукой. Ногой. А на этом ударе мы говорим кия. Теперь мы немного соберем энергии и посмотрим через левый плечок. Кто-то сзади. Полный поворот бедер. Низкий блок. Удар ногой. Удар прямой рукой. Теперь мы смотрим направо. Кто-то двигается еще сзади. Что самое опасное. Полный поворот. Низкий блок. Прямой удар рукой. Прямой удар ногой. И прямой удар рукой. И снова в исходное положение. И поклон. А теперь Джош, Терри. Идите сюда. В исходное положение. Поклон. И посмотрели. Блок. Удар. Удар ногой. Посмотрели. Блок. Поворот. Удар. Ногой. Рукой. Посмотрели. Удар. Удар. Ногой. Рукой. Идите по линии. Ногой. Удор. Кия. Посмотрели. Блок. поворот, удар, ногой, рукой, посмотрели, блок, удар, ногой, рукой, посмотрели, блок, удар, рукой. Вы следите за линией. Удар ногой, рукой, ногой, рукой. Кия. Посмотрели, блок, Поворот, удар, ногой, рукой. Вы должны застрянуть всю свою волю. Поворот, удар, ногой, рукой. И снова в исходное положение. Поклон. Очень хорошо. Теперь садитесь. Уроки каратэ для детей. Молодцы, ребята. Очень здорово. Ребята, давайте немного поговорим об уверенности. Уверенность в себе – это очень важная вещь. Вы должны понимать, что вы можете сделать все, что угодно, если вы захотите. Вы это понимаете? Это вам пригодится в школе. Если вы хотите учиться, вы сможете учиться. Если хотите заняться чем-то другим, вы тоже сможете. Вы просто должны попробовать. Это самая важная часть каратэ. Уверенность в том, что если вы что-либо не попробуете, у вас получится. Например, если есть другие ребята, которые не занимаются каратэ, они не знают этого. И не только потому, что не знают ударов. Поверьте мне, уверенность в себе – самое главное в человеке. И этому учат в школе каратэ. Это скажется на ваших движениях, на вашем образе мысли. И вы почувствуете, что вы можете сами постоять за себя. Правильно? И кроме того, вы поймете, что еще раз хочу вам сказать, что каратэ – это самозащита. И никогда не пользуйтесь каратэ против своих братиков и сестренок, своих родственников или друзей. Только в целях самозащиты. Понимаете? И если у вас будет уверенность в себе не использовать каратэ по-другому, чем в целях самозащиты, вы не будете его использовать. Если вы же используете его, оно обернется против вас. Вы поняли? Ребята, вы здорово поработали. И вы просто будете великолепны. Я горжусь вами. Вы даете мне уверенность, что я могу что-то сделать. Вы поняли? Хорошо, ребята. Похоже, это конец занятий. Ну что? Ребята, время идет. Мы здорово повеселились. Будьте горды собой. И скоро мы увидимся. И, может быть, в ближайшее время вы узнаете многие-многие новые вещи. А теперь идите ко мне. В исходное положение. Поклон. И все, ребята. Отличная работа. Отличная работа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова